Приветствую вас на канале Банковский в нашем обзоре карта с овердрафтом карт кредит плюс от кредит Европа Банка. Не пугайтесь названия, то есть карта с овердрафтом здесь в данном контексте это обычная кредитная карта, то есть причем достаточно неплохая кредитная карта, если сравнивать с похожими продуктами других банков. То есть, во-первых, она помимо основной ее функции, то есть выдача заемных денег, то есть она еще позволяет копить кэшбэк и дает дополнительные плюшки, которые в общем нравятся достаточно большому количеству клиентов. Ну давайте посмотрим на тарифы по данной карте. Кэшбэку мы еще вернемся. Значит, максимальный кредитный лимит составляет 600 тысяч рублей. Это не значит, что вам одобрят именно 600 тысяч, но как бы учитывая, что кредит Европа Банк лоялен клиентам достаточно, то он может быть достаточно неплохим. И, соответственно, вы можете тратить в пределах этого кредитного лимита средства и возвращать их в льготный период, то есть до 55 дней. И тогда банк не начислит проценты за пользование деньгами. Если вы все-таки немножечко в льготный период не успеваете, то не переживайте. То есть проценты за пользование кредитом составляют 29,9% годовых. То есть это, конечно, многовато по сравнению с другими банками, но если просрочка будет невелика, то есть не просрочка, правильно это называется, а выход за пределы льготного периода, то там переплата будет тоже небольшой. Комиссия за обслуживание карты не взимается, можно подключить интернет-банк и пользоваться всеми его привилегиями, да, то есть расчеты онлайн и различные там перечисления и тому подобное. То есть много чего можно там делать. Комиссия за снятие наличных 4,9% годовых, но минимум 399 рублей. То есть здесь совет простой, наличные лучше вообще не снимать, а если очень-очень надо, то тогда не снимайте маленькие суммы, потому что получится это совсем уж невыгодно, да, то есть 400 рублей сразу комиссия, да, когда снимаете 1400 отдать в виде комиссии, ну это совсем нехороший вариант, прямо скажем. Значит, смс-сервис не бесплатный, он стоит 59 рублей, поэтому как бы смотрите, нужен вам или нет, но лучше конечно подключить, чтобы банк держал вас в курсе, какие транзакции проводятся по карте. Значит, то что касается привилегий, есть программа привилегий от MasterCard, то есть она в принципе стандартная по всем картам, в том числе и дебетовым. Если вам интересно, можете почитать, я сейчас на это не буду обращать особое внимание, то есть тут даются скидки и подарки вот в указанных категориях. То, что касается бонусных баллов, бонусные баллы выплачиваются в процентном отношении, но имейте в виду, что один балл равняется одному рублю. То есть, например, если вы совершаете, скажем, покупку на 100 рублей и у вас 7 процентов в виде бонусов начисляется, то вы получите, соответственно, 7 рублей в виде баллов. Ну, 7 баллов или 7 рублей, да. То есть, категории, вот они перечислены, то есть, по кодам можно отследить, какие именно транзакции предполагают повышенный кэшбэк, какие обычный кэшбэк. Вот категории развлечений, одежда и обувь, кафе, рестораны, ну и 1% во всех других категориях. Есть максимальная сумма начисляемых баллов, 5000 в месяц. Ну, при тех процентах, которые дает нам кредит Европа Банк, получить 5000 бонусов в месяц, это надо еще прям сильно постараться. То есть, ну, сами можете, как бы, простая математика, сами можете посчитать. То есть, это максимально возможный вариант. Значит, если перейти в раздел услуги, да, то есть, мы увидим, что по карте здесь идет, то есть, покупка в рассрочку называется. То есть, если вы ее подключаете, да, и, соответственно, рассчитываетесь в определенных магазинах. Давайте посмотрим более подробную информацию. То есть, рассрочка без границ, вы видите, в кредит Европа Банки. То есть, вы можете посмотреть, какие магазины здесь подходят. Ну, например, ДНС мне лично привлекает, да. То есть, я захожу и, соответственно, я могу получить рассрочку до трех месяцев на сумму от 5000 рублей. Но, опять же, говорю, не все магазины, только определенно. Поэтому, смотрите. Ну, вот, собственно, категории еще раз проиллюстрированы, какие. В целом, вот, если давать оценку данной карте, то именно как карта рассрочки, не побоюсь этого слова, как многофункциональная карта, которая предполагает еще раз срочку, эта карта может оказаться очень даже выгодной. Но, если, допустим, брать функционал ее как кредитной карты, то, наверное, можно поискать продукты более выгодные, где меньше процентная ставка и больше кэшбэк. То есть, есть карты на рынке, которые дают кэшбэк до 10%, и у которых процентная ставка в пределах 25. Поэтому, если у вас, например, зарплатный проект в данном банке, или вы, допустим, пользовались кредитными продуктами, то есть, вы уже здесь постоянный клиент, то можно рассмотреть вариант приобретения данной карты. Во всех остальных случаях лучше, конечно, поискать продукт повыгоднее. Хотя, я еще раз говорю, все будет зависеть от структуры ваших трат и от ваших личных предпочтений. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео и всего вам доброго!